Всем привет, автолюбители! Я уже 9 месяцев владею автомобилем Tesla Model 3. И поверьте, мне есть что вам рассказать. В этом видео я отвечу на самые популярные вопросы. Сколько едет, где заряжать и где обслуживать? И действительно ли за 6000 километров пробега я потратил 0 рублей на обслуживание? Обо всем этом в этом видео. Поехали смотреть! Вначале разберем вообще линейку моделей Tesla. Это Model S, Model 3, Model X и Model Y. У меня заднеприводный Model 3. По техническим характеристикам это 325 лошадиных сил, но здесь лошадиные силы это уже переведенные. По паспорту здесь 239 киловатт. При выводе автомобиля вы выбираете только цвет кузова и цвет салона. В целом остальные это все дополнительные опции в плане автопилота, дисков и всего остального. То есть базово здесь представлены только цвета кузова и салона. Дополнительно у третьей модели вы можете выбрать характеристики двигателя. То есть это может быть задний привод, как этот автомобиль. Может быть полный привод, это Long Range и версия Performance тоже полный привод. Версия Long Range и Performance это более мощные версии, потому что у них два двигателя, они полноприводные. И за счет этого у них разгон до сотни у максимальной версии Performance за 3,3 секунды. Мой автомобиль разгоняется за 4,8 секунды до сотни. По факту я разгонял за 4,9 секунды. Основное при выборе автомобиля это конечно же его экологичность. То есть отсутствие выбросов CO2 в принципе. В качестве ключа я использую свой телефон. Качал приложение и пользуюсь просто как FreeKey называется у разных автомобилей. Просто подходишь, открываешь дверь и она работает. Телефон всегда кладу на переднюю панель и он заряжается. Что есть в автомобиле? Да собственно ничего, ничего лишнего здесь нет. Здесь есть только один экран, на котором все управление и предусмотрено. Подрулевой переключатель скоростей, ну даже не скоростей, а чтобы поставить режим D или режим паркинга. Собственно все, лишнего здесь нет. Бардачок вот здесь огромный и вот здесь. Вот здесь еще есть прикуриватель, а также разъем Type-C. Кстати здесь еще два Type-C и там еще в панели, в потолке еще два разъема. А также есть бардачок, который открывается с кнопки. И там лежит инструкция, которую я не читал. Здесь менюшка представлена в виде таких иконок. Можно выбрать режим обдувов, посильней, поменьше. Куда направить и потоки воздуха. Также очень удобно иногда ставить автомобиль просто со включенным кондиционером. И когда ты придешь обратно, то есть та температура, которая была выставлена, она и будет в автомобиле. Это можно делать и зимой, но соответственно чуть больше будет расход. Панорамная крыша. Панорамная крыша, она базовая, есть во всех комплектациях. Вы видите, что нету шторок. Просто шторки, они не предусмотрены. Поэтому летом голову иногда печет. Но тогда спасает. Кепка. Ну и конечно один из самых частых вопросов, которые мне задают знакомые, родственники, просто прохожие. Сколько же она едет? Сейчас максимальный пробег у нее составляет 420 километров. То есть запас хода на 420 километров. И это реальный пробег. То есть можно по трассе спокойно там 90-100 ехать и проехать 420 километров. Что зимой? Зимой здесь где-то выходит около 300-350. Печка на самом деле очень сильно расходует батарею. В отличие от кондиционера. Кондиционер, кстати, не так сильно расходует, как я думал. Ну и конечно же интересно заглянуть под капот этого автомобиля. Давайте возьмем, посмотрим, что там. Двигатель? Нет, это маленький багажник. Двигатель, как я уже говорил, находится на задней оси. Поэтому здесь можно что-нибудь хранить. Ну и мы пройдем дальше к еще одному багажнику. На самом деле вместительность у него стандартная. Но есть еще и дополнительный скрытый отсек. Да, там обычно бывает запаска, но запаски у Теслы нет ни в каком виде. Ну то есть вообще ни в каком. Все шины с завода идут run flat. Диски базовой версии стоят на стандарте 18-й, а на Long Range Performance 19-й. И можно взять опцию 20-х дисков. И там давление по паспорту 2,9-3. Потому что машина тяжелая. Все дно у нее стоит в батареях. Очень низкий центр тяжести. И поэтому в шинах очень большое давление. Что по ценам? Если смотреть варианты с прогрегом, то на авито они начинаются от 2 миллионов рублей. Новая же на сайте Теслы сейчас стоит 47 тысяч долларов. Это базовая комплектация, белый цвет, любой вид салона. Потому что дополнительные цвета стоят дополнительных денег. И дополнительные опции тоже стоят дополнительных денег. То есть это автопилот, полный автопилот стоит сейчас 12 тысяч долларов. Но там суть в том, если ты его покупаешь сразу или единовременно. То есть раньше он стоил 10 тысяч долларов, сейчас 12 тысяч долларов. И любые обновления, связанные и с автопилотом, и в целом с автомобилем, они уже никак не влияют на цену. То есть ты получаешь уже за ту же цену гораздо больше. И в некоторых случаях с определенным новым обновлением может прийти чуть больше мощности. Потому что программно они перенастраивают электродвигатель. И за счет этого у вас машина с следующим обновлением может стать мощнее на 20-30 лошадиных сил. Именно здесь происходит зарядка автомобиля. По сути нужна только розетка на 220 вольт. Есть, конечно, иные способы, но мы посмотрим тот, который используется именно мной. Берешь вилку, включаешь в розетку и заряжаешь. Вообще, в целом, необходимость зарядки летом возникает примерно раз в неделю. То есть в пятницу вечером я ставлю на зарядку, ночь она заряжается и какую-то часть субботы она тоже заряжается. Для полной зарядки необходимо около 20-23 часов. Но исходя из того, что практически в ноль машину никогда не укатываешь, то за одну ночь она заряжается практически до 90%. Если чуть задеть еще несколько часов в субботу, то она зарядится до 100%. Так как у меня европейская сборка, то я могу заряжаться от 380, то есть от промышленной красной розетки. В отличие, например, от американской сборки. Это, наверное, единственное существенное отличие от сборок Теслы. То есть я могу от трех фаз брать 380. Американская же версия такого себе позволить не может. Зарядный провод представляет из себя вилку, которую мы втыкаем в розетку, и вот такой вот порт, который мы непосредственно вставляем в автомобиль. Порт находится в фаре и происходит это вот так. Зарядка автомобиля по ночному тарифу составляет рубль 71 за 1 киловатт. То есть максимально мне необходимо около 80 рублей, чтобы полностью зарядить автомобиль. Это ночной тариф. То есть если посчитать, 1 километр пути обходится в 42 копейки. Если учитывать, что запас хода 420 километров и 1% это около 4 километров пути, то мы приходим к такой цифре 42 копейки за 1 километр. Что у нас выходит? Если сравнивать с средним бензиновым автомобилем, который потребляет около 10 литров на 100 километров, выходит около 4 рублей на 1 километр. То есть разница в электромобиле и автомобиле бензиновом колоссальная. Есть несколько типов зарядок. То есть есть даже бесплатные зарядки у нас в Екатеринбурге. Одна из них представлена в Меге, вторая в Ельцин-центре. Есть также платные зарядки, которые 30-киловаттные. То есть, грубо говоря, этот автомобиль я могу зарядить за полтора часа. Но там и стоимость другая. Там идет около 16 рублей за киловатт. Есть и за 8 рублей за киловатт. Ну и иные. То есть это частные зарядки, где они сами устанавливаются и цены. Но в случае чего, если нужно быстро зарядить автомобиль, всегда можно приехать на Fast Charge и быстро зарядиться. Так, ну что еще разберем? Автопилот или то, что называется автопилотом. Вообще, на самом деле, здесь автопилот представлен... Это функция называется AutoSteer. Это авторуление. И оно предполагает собой просто улучшенный круиз-контроль. Что здесь нужно? Здесь нужно каждый секунд 10 высвечиваться уведомление, чтобы машина понимала, что я здесь. Пишет, что нужно подержаться за руль. Удостовериться, что это действительно используется как именно авторуление, удержание полосы и так далее. При этом я не нажимаю ни педали, не кручу руль. При наличии полосы, разметки, автомобиль сам движется. Это очень удобно в пробках и на трассе. Потому что, включив автопилот, ты в целом можешь любоваться природой, видами за окном и не переживать вообще по поводу того, что происходит на дороге. В более улучшенных версиях автопилота... Автопилота, ну в целом автопилота, это вот называется здесь вот... Вот автостир бета, вот у нас сейчас включено. Они тестируют эту бета-версию, называют. И full-cell driving, только визуализация. То есть у меня здесь присутствует только визуализация того, что происходит при автопилоте. То есть определение машин, светофоров, разметки и так далее. При этом я не могу это использовать в России, потому что в России я, если поставлю точку, ну она неактивная, я не могу поставить туда маршрут. То есть при отсутствии постановки маршрута, я, соответственно, не могу полностью автопилот включить. По документам в Свердловской области предусмотрена скидка в 50% на транспортный налог. В Москве это нулевой налог составляет. И в разных регионах эта скидка предоставляется по-разному. Ну вот у нас 50%. Причем это носит заявительный характер. То есть я должен написать в налоговую о том, что у меня электромобиль, и тогда мне применят скидку транспортного налога в 50%. И далее, что по ПТСки. В начале в ГАИ мне поставили мощность двигателя в 460 лошадиных сил. То есть у электромобилей есть два вида нагрузки. Это 30-минутная максимальная нагрузка, она составляет 100 кВт. И нагрузка общего двигателя здесь у нас составляет 239 кВт. И они взяли эти все мощности и сложили. И получилось в итоге 339 кВт. Но если это перевести, то это получается там 460 лошадиных сил. Но с 460 за это у версии перформанс. Там именно два двигателя и суммарная мощность у них составляет 339 кВт. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, я написал заявление в ГАИ. И данное недоразумение мне исправили. По движению, именно по запасу хода, я ездил за 300 км. То есть туда 150, обратно 150. И израсходовал. Туда я ехал осторожно, аккуратничал. Потому что я прикидывал, сколько мне хватит батареи. И доехал я где-то за 45%. То есть у меня осталось еще 55-60% осталось. Но обратно уже я ехал максимально комфорта. Там где-то хорошенечко обгоняя. И соответственно, уже израсходовал гораздо больше электроэнергии. У меня осталось там около 10-15% в итоге. То есть обратно. То есть сюда я доехал где-то за 45%, то обратно где-то за 50-50 с чем-то. И самое основное, что я сказал в начале видео. А действительно ли я потратил на обслуживание 0 рублей за 6 тысяч километров пробега? Да, это действительно так. То есть в целом автомобиль требует обслуживания на 100 тысяч километров пробега. Ну так заявляет официальный дилер. Кстати, официальный дилер ближайший находится в Финляндии. И из обслуживания необходимо только менять, ну наверное, воздушный фильтр. Салонный фильтр, точнее. И я вам расскажу, сколько именно в деньгах вышло обслуживание автомобиля. То есть ОСАГО вышло 5500 там с чем-то. Ну это соответственно там с безаварийностью вождения, со всеми коэффициентами и так далее. 5500. И что еще у нас вышло? А, электроэнергия. Сколько стоит заряжать? То есть я говорил, что на Меги это бесплатно. Там в Ельцин-центре это бесплатно. Дома это рубль 71 ночью за 1 киловатт. И соответственно, сколько выходит в месяц? В месяц выходит в среднем 500 рублей. 500 рублей на то, чтобы зарядить электроавтомобиль за 1 месяц. Ну что, друзья. Вот и подошел к концу мой обзор. Если у вас вдруг после обзора остались какие-либо вопросы, вы обязательно напишите в комментарии. Напишите свои эмоции, что вы думаете по этому поводу. Я по максимуму на что смогу отвечу. И буду ждать ваших реакций к этому видео. И если будет все хорошо, будут новые видео. И мы увидимся с вами снова. А на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok